Всем добрый день, меня зовут Андрей Козлов, и это не проект Редколлегия, это вступление к нашему уже третьему круглому столу, который мы проводим в рамках большого краевого проекта «Победы. Герои. Будущее». В рамках этого проекта мы хотим поговорить с главами всех муниципальных районов и городских округов Забайкальского края о том, как они видят основные свои достижения за последние пять лет. Вообще-то главы привыкли говорить больше о проблемах, чем о достижениях, и с моей точки зрения, и с точки зрения других организаторов этого проекта, в этом есть определенная проблема, потому что мы, во-первых, быстро привыкаем к хорошему, а во-вторых, не умеем радоваться тому, что нам совместными усилиями удалось сделать. Но вот типичный пример – это школа в микрорайоне Добротный в селе Смоленко, где мы будем проводить этот круглый стол. Она строилась с огромными проблемами, надо честно это признать. Огромные деньги выделил федеральный центр на эту стройку, около 400 миллионов рублей, и стройка проходила со скрипом. И поскольку я пишу это обращение к вам, к зрителям уже после круглого стола, я знаю, что губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов прямо во вступительном условии сравнит все крупные бюджетные стройки со Сталинградской битвой. И вот прорываясь через эту Сталинградскую битву, эту школу со всеми ее проблемами все-таки построили и ввели в эксплуатацию. Это огромное достижение для Смоленки, где огромная проблема с местами для школьников. И вот таких проектов в Забайкальском крае огромное количество, и мы про них не знаем. И мы не знаем про то, сколько сил тратят муниципальные руководители и обычные люди на селе для того, чтобы двигаться вперед. И мы очень хотим про эти достижения рассказывать. И мы хотим понять, какие основные задачи хотят решать главы муниципальных районов в ближайшие пять лет, в ближайшую пятилетку. И вот этому и посвящены наши круглые столы. Еще один пункт, который мы всегда выделяем, это герои. Это те люди, которыми хочется гордиться и о которых хочется рассказывать и на районном, и на краевом, и на федеральном, наверное, уровне. Таких героев в Забайкальском крае десятки тысяч. Но, к сожалению, мы отлично знаем фамилии политиков, но редко знаем фамилии обычных людей, которые собирают зерно, лечат наших людей, нас с вами учат, наших детей, воспитывают наших детей в детских садах, воюют на специальной военной операции. Вот имена этих героев мы тоже хотим услышать и рассказать про них. Поэтому мы сейчас коротко покажем вам, как выглядел второй круглый стол в районах и третий круглый стол в серии, в котором принимали участие главы районов, примыкающих к Чите. Это Читинский сельский район, мой родной район, я вырос в селе Домно, Карымский район, Улетовский район и Зато Горный. Закрытое административное территориальное образование Горный, тоже частичка Забайкальского края. Начнем с Козлова, Козлов. Здесь будут плюсы, назову. Здесь назову будущее. Ну вот первое, что я хочу отметить, для меня это очень важная история, я назову ее надежда. А в нулевых, несмотря на то, что страна развивалась, и вот, наверное, до какого-то этапа у меня было ощущение, что происходящее в стране и в регионе — это не развитие, а некоторая деградация. И надежды не хватало, мне, по крайней мере. Я не знаю, как вам, как это было в нулевые, в десятые годы. А вот сейчас, когда я смотрю на происходящее в регионе, при всем своем критичном отношении ко всему на свете, мне кажется, что появилась надежда на то, что мы движемся куда-то вперед. Второй пункт очень короткий. Я назову его бюджет, везде я про него говорю. Было 60 миллиардов, а стало 140 миллиардов. Для обычного человека это ничего не значит. А для региона это значит все, вообще-то. Есть возможности увеличивать зарплату, есть возможности участвовать в софинансировании в том числе, есть возможность, условно говоря, творить. Третий пункт я сюда запишу в плюсы. Назову его социалка. Детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонт школ. Тот объем, который есть сейчас по ремонтам и по строительству, его совершенно очевидно не было с советских времен. Причем миллиардов 30, наверное, вложено за последние пять лет. И где-то 30 крупных только объектов в части именно стройки, строительства. Зарплаты. Средняя зарплата по региону за последние два года выросла на 36% до 48 тысяч рублей. У учителей в полтора раза до 57 тысяч рублей. У воспитателей тоже в полтора раза до 48 тысяч рублей. У врачей в 1,7 раза до 113 тысяч рублей. И есть такая история, как валовый региональный продукт. Она напрямую вообще-то связана с бюджетом. И этот валовый региональный продукт за пять лет вырос в два раза. Дорожные работы в 2024 году вообще-то 15 миллиардов рублей откуда-то на них взялось. Ввод жилья в эксплуатацию. Это тоже такой немножко вторичный показатель, но тем не менее, ввод жилья в эксплуатацию вырос в два раза за последние пять лет. И такого объема ввода жилья не было со времен Советского Союза. Это мои плюсы. Будущее я не так ясно рисую, но тем не менее я обозначу, что бы мне хотелось, по крайней мере, как жителю региона. Первое, что мне хотелось бы, это научиться пользоваться деньгами. Второе, я обозначу рост дальнейших зарплат. И третье, я обозначу сокращение оттока населения и, в идеале-то, переход в рост этого населения. Четвертое, я обозначу кадровую проблему. Вот сюда в будущее добавлю два пункта. Энергетика, там есть большая проблема недостатка генерации, огромная, начинающаяся там где-то на севере, где не хватает мощностей, и заканчивающаяся теми самыми обрывами, которые здесь отлично известны и в Смоленке, и в Добротном, а теперь и в Чите. Еще один пункт, и это очень болезненный пункт, я его даже боюсь обычно говорить около доски, это взаимодействие муниципалов и краевой власти со следственным комитетом, с надзорными органами. У меня такое впечатление иногда, что это немножечко лодки, плывущие в разных направлениях. Можно же как-то построить совместную работу так, чтобы эти нарушения, которые могут допускаться при освоении этих денег, не становились основанием для потока вот этих уголовных дел, которые иногда вызывают вопросы даже, то есть это просто кажется каким-то безумием. И про героев. Кого можно назвать героями? Это вообще сложная задачка, потому что у каждого героя вообще-то свои. Напишу на первом месте, и это логично, героев СВО, отцы Дыпова и Секержитского. У нас есть Евгений Тарелкин, космонавт вообще-то, герой России, который воюет на СВО. Все ли вы помните, кто у него отец? У него отец тоже герой России. Герой России. Немножечко я, может быть, ангажирован в этой истории, но я хочу назвать имя Даши Намдакова, потому что Даши — это человек, который уезжал в Москву, это человек, который вез своих кочевников куда-то на запад, жил в Лондоне, стоял там фигуры Чингисхана, потом вернулся домой и построил в Укарике Тужи. Мне эта история кажется очень вдохновляющей. Человек, который вернулся к своим корням и человек, который без своих корней жить не может. Мне очень нравится история Яны Жаповой. Это маленькая шахматистка из Агинского, и она так представляет регион наш, и так хочется прислониться к этому детскому, вообще взрослому величию. Ну и пятая — Раиса Баженова. Все ее знают, слава богу. Раиса Баженова — это племзавод «Дружба». Такая моя картинка достижений будущего и героев. Центральным вопросом является, конечно, судьба нашей страны. И мы знаем с вами, что нашим ребятам победа там, в которую мы верим, для которой делаем все, убеждены, что ее получим. При этом она дается весьма и весьма тяжело. И, конечно, первый по этому вопросу, центральный, заключается в том, чтобы мы добились победы, но эта победа нам нужна не только на фронте. Для того, чтобы она случилась, нам, конечно, надо было всей стране, за Байкалью в том числе, чтобы для жизни людей прошло это все практически без посредствий. И нам это удалось, несмотря на то, что самые экономически сильные, не только экономически сильные государства, чем только нам не грозили и что только не сделали для того, чтобы нам насолить. Все, что можно, они там изобретали и изобретают каждый день. Но, тем не менее, в этой борьбе нам надо было обеспечить, чтобы люди продолжали жить, всеми продолжали создаваться. Дети могли ходить в школы, люди покупать продукты, чтобы все это прошло не в тех формах, в которых грозились они там самыми яркими фразами. Разорвем в клочья, поставим на колени, нанесем поражение, чтобы это произошло так. Мы, к сожалению, не отдаем в полной мере отчеты сами себе, сколько реально мужества, силы духа и по-настоящему героизма в повседневной даже жизни нередко возникают необходимости, и эти качества проявляются у нас здесь, в Забайкальском крае. Мы не осознаем этого до конца, мы внимания не оказываем, мы не отдаем должного уважения этому. И, на самом деле, надо понять, что медсестричкой, наверное, или медсестрой, правильно сказать, работать в Забайкальском крае, наверное, намного сложнее, чем в каком-то другом месте. Но этот человек, эта женщина, как правило, она старается, и она с добрыми глазами, с добрым желанием встречает всех, кто туда приходит, делится этим всем. У нее огромное количество душевных сил, внимания, любви, заботы. Все это точно заслуживает, соответственно, уважения и внимания. И очень хочется, чтобы мы видели этих людей, чтобы мы понимали это, чувствовали. Мы обязаны, большая часть из нас, чиновников местного и государственного управления, обязаны просто это видеть, отдавать этому долг уважения и почета, и поддерживать тех людей, которые таким образом живут. Их большинство, здесь особая сложность в том, что таких у нас большинство. И поэтому, как выделять героев, когда у тебя большая часть героев? Ну, это надо делать, надо научиться и постоянно это делать. Второй важный момент в нашем проекте, это мы его назвали «Победа». Я от этого оттолкнулся, от того, что нам нужна победа, для того, чтобы победа главная состоялась. Нужны большое количество побед, которые, слава Богу, у нас есть. Нам удалось, повторю, всей стране, Забайкальскому краю, которому особенно тяжело это делать, и устойчивость экономики сохранить, и предоставление всех основных услуг, которые люди потребляют, и постараться сгладить все колебания, которые в результате того, что нам переставали поставлять одно, второе, третье, сохранить работу высокотехнологичных, высокооснащенных предприятий, поставки продуктов, комплектующих на предприятия и товаров народного потребления на основные наши рынки. Они должны видеть и понимать, что труды, которые они совершают, труды, которые совершают люди рядом с ними, не уходят впустую, что они оставляют реальные материальные последствия, что наша жизнь изменяется, и среда, в которой ты живешь, преображается. Большая часть дорог у нас в ближайшее время должна быть приведена в порядок. В 2023 году более 100 школ отремонтировали по самым разным программам. То же самое с объектами культуры. Другой вопрос, не менее важный для нас, это возможность, чтобы люди вели здоровые, долгие годы активный образ жизни, надо заниматься спортом. И в крае оказалось так, к 2018 году, я уж не знаю, как до этого все строилось, что мы один из самых, или самые, наверное, не обеспеченные круглогодичными объектами спорта. И это тоже направление нашей работы, оснастить как можно больше населенных пунктов, дать возможность заниматься спортом. Вот эти преображения, которые мы в совокупности называем победой, их главное назначение какое? Конечно, в первую очередь, сами условия жизни людей изменить. Дать возможность получения востребованных услуг, то, чем хочет человек заниматься, в нормальных условиях, когда все радует глаз, все удобно, комфортно. Но и еще в большей степени это важно для того, чтобы люди понимали, что мы приведем и приводим уже сейчас Забайкальский край, вот его материальной инфраструктуре, материальной культуре, к той же красоте, к тому же, к той же гармонии, совершенству, которую мы наблюдаем рядом в природе. Что мы устраним этот диссонанс, и это произойдет очень быстро. Но говоря про будущее уже, я, так как все-таки какой-то информацией про это обладаю, ту динамику, которую мы набрали, и те планы, которые у нас есть, а планы наши, они, с одной стороны, очень масштабные, амбициозные, и поражают, просто захватывают своими результатами. То, что мы достигнем до 30-го года и до 35-го года. У нас есть очень понятные экономические приоритеты, мы очень ясно и четко понимаем, с помощью каких механизмов их можно реализовать, мы понимаем, как это изменяет, продолжает изменять нашу занятость, изменяет наш бюджет, и, соответственно, через обратное бюджетное распределение изменяет структуру всех наших бюджетных расходов, и таким образом благосостояние обустройства нашего края. Это очень простой план. Я не знаю, вот я вам сейчас практически весь рассказал. Благодаря этим планам, этому плану, мы за ближайшие годы преобразим Забайкальский край. Поэтому очень быстро в ближайшие годы, из-за того, что у нас увеличивается количество денег на социальные объекты, на поддержку экономики, на развитие сельского хозяйства, на инфраструктуру на всю, очень быстро в ближайшие годы вот это накопление позитивных изменений, другое состояние дорог, электросетей, обеспеченность населенных пунктов стабильной мобильной связью и интернетом, состояние социальных объектов, их оснащенность и современность, красивое гармоничное состояние. Это все прямо на глазах очень быстро будет происходить. И, конечно, ключевая наша задача решить то, что у нас пока не получалось, сделать это вместе с людьми. Нам многое надо обсуждать, о многом надо друг с другом разговаривать, уметь слышать, не расстраиваться, не обижаться, не возмущаться, а просто понимать, что этот видит по-другому. Глава района хочет сделать так, а люди хотят так. И наоборот, и надо каким-то образом находить соответствующий диалог. Находить соответствующий консенсус и дальше двигаться вместе с более общим пониманием нашего будущего. Виктор Юрьевич, Читинский район. Когда оценка позитивная есть, тогда есть стимул к дальнейшей работе и созиданию, и каких-то новых проектов реализации, рождению новых проектов. На территории района реализуется, значит, нацпроект образования культуры, безопасной и качественной автомобильной дороги, жилье, городская среда, демография, экология, малое и среднее предпринимательство. И также президентская субсидия. Прирост составил 1 миллиард 186 миллионов или 196 процентов. Объем произведенных и отгруженных товаров собственного производства вырос за этот период в 8,7 раза. Развитие, значит, крупных промышленных предприятий, это индивидуальные предприниматели, это сельскохозяйственное производство, это золото-добыча. В сельскохозяйственном производстве мы, значит, благодаря гарантовой поддержке и государственным субсидиям возродили такие предприятия, как Читинская птицефабрика, организовано новое предприятие Новобеклемишево. Вышли уже на объем посевных площадей, более 5000 гектаров. Такие вот предприятия, как Новый материк, всем известный, это Маковеево, занимается овощеводством в основном. Присоединили сюда Черновский овощевод, это теперь единое предприятие. Реализовался проект, это здравница Забайкалья в селе Кука. Создано 183 рабочих места. В 2024 году у нас зарегистрировано 36 проектов инвестиционных. На создание туристического кластера в рамках развития туризма в Забайкальском крае на территории Ивано-Архлеевского парка, реализовано сегодня уже 4 проекта с участием господдержки. Вписываем мы в общую туристическую схему развития туризма в Забайкалье маршрут Угдан-Тужи. Приведение дорожной сети в порядок. Мы уже сегодня имеем от Читы до Преображенки обновленную дорогу, то есть асфальтированную. Когда вот это кольцо будет закрыто, заезд с парка Тужи, с Бурятии и с федеральной дороги будут организованы таким образом, доступность будет гораздо более высокая. От федералки до Сахандо, да? Сахандо и Беклемишево. Это же краевая дорога? Краевая. То есть вам нужны краевые деньги? Да. Они же бывают разные цифры, то есть разная бывает дорога. Категория. Если мы говорим про строительство дороги в соответствующей категории, то это 50 миллионов один километр. Это очень грубая цифра. Асфальтированная? Да, конечно. Я хотел остановиться еще на ЖКХ. Давайте. Чтинский район получил дополнительного финансирования 97 миллионов. Мы отремонтировали за этот период 10 котельных, 21 участок тепловой сети с протяженностью 10 километров. 42 котла установили, заменили 5 дымовых труб, 6 сетевых насосов заменили. Программа «Чистая вода», к сожалению, схлопнулась. Да, мы не имеем возможности туда войти. Но хотелось бы, чтобы на уровне федеральном и региональном эту программу разбудоражили и снова она заработала. Но в этот период времени в Чтинском районе удалось за счет регионального и федерального финансирования построить новых асфальтированных дорог 45,5 километра. Уличного освещения выполнили 30,6 километров. Три мостовых сооружения. Мы отремонтировали 11 учреждений общего школьного образования. В культуре тоже проведены достаточно большие работы за этот период времени. Клубы и районный дом культуры. На сегодняшний день на территории Чтинского района 53 волонтерских организации. Ну и планы. Предполагаем мы строительство трех модульных спортивных залов. Завершить капитальный ремонт общеобразовательных школ. Отремонтировать три здания дополнительного образования. Провести реконструкцию оздоровительного лагеря «Огонек». Хочу отметить, что в настоящее время в районе строится три школы новых. Да, планируем построить дома культуры в Шишкиново-Угдане 2. Что сегодня проблемного? Испытывается везде дефицит кадров. И в основном, когда при опросе, всех интересует вопрос жилья. Хотелось бы, чтобы муниципалитеты имели свое жилье служебное. Для предоставления работникам, которые находятся в дефиците тех профессий. Мы сегодня можем предоставить земельные участки для инвесторов, которые занимаются малоэтажным домостроением. В числе этих героев мне бы хотелось обозначить наших участников Великой Отечественной войны. У нас их шесть. Бессонов Гури Иванович, это Азеева Наталья Васильевна, это Симакова Ивана Ивановича, это Сумароков Валентин Федорович, это Филиппских Анна Васильевна, Хаванхай Николай Александрович. Хотелось бы отметить, значит, Людмилу Михайловну Зыкову, руководителя волонтерской организации «Зов Родины». Героя – это Вадим Александрович Сарданова, это Казмина Алла Андреевна, 25 лет в торговле. Холмогоров Данил Николаевич, это директор школы Беклемишева. Это Маняковская Валентина Викторовна, это директор школы Новокрутининской номер один. Это Михайлова Ольга Владимировна, детский сад «Светлячок» заведующая. Это Рюмкин Алексей Иванович, это Агапитова Ирина Дмитриевна, заслуженный работник культуры Читинской области. Это Парыгина Любовь Юрьевна, проживающая в Смоленке, которая сегодня воспитывает 12 несовершеннолетних детей. Это Федосинку Татьяну Петровну, председателя Читинской общественной организации, региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Это Елизарева Татьяна Витальевна, старший уполномоченный майор полиции ОМВД по Читинскому району. Это Бальжинимаева Раджана Батамункуина, депутат Совета Читинского района. Попов Роман Геннадьевич, участник СВО, награжден Орденом Мужества из Севикова. Перминов Дмитрий Александрович, фельдшер из Александровки. Перетолочина Нина Николаевна, бывший директор средней школы в Верхчите. Иванова Людмила Владимировна, директор Смоленской школы. Это Журовлева Татьяна Алексеевна, глава сельского поселения Маковеевская. Гудков Виктор Николаевич, глава сельского поселения Елизаветинская. Балданова Зинаида Айдуповна, заведующая библиотекой села Угдан. Сегодня Смоленка, а следом за ним и Карповка, и все микрорайоны, которые здесь находятся, это точка притяжения. Сюда поехали все. И вот в качестве планов, которые нам необходимо предусмотреть в будущем, нам надо что-то делать с транспортной инфраструктурой. Этому микрорайонам всем здесь характерна маятниковая миграция. Утром уехали, вечером приехали. И вся эта группа людей, она висит на одной тоненькой дороге, по которой мы сегодня сюда все приехали. И в которой мы все стоим в пробках. И в которой мы утром все стоим в пробках, а вечером все стоим в обратной пробке для того, чтобы приехать домой. И мы, прогнозируя огромное развитие этой агломерации, мы должны понимать, что нам надо что-то делать не только с социальной инфраструктурой, это новые школы, поликлиники и так далее, но и с транспортной инфраструктурой, а следом за ней с энергетической инфраструктурой. Потому что сегодня в Смоленке огромная проблема подключения нового жилья. И вот когда мы говорим о планах на будущие 5-6, может быть, больше лет, мы должны обязательно учитывать эти аспекты. Иначе мы столкнемся с очень большой проблемой, в которой мы захлебнемся. Когда-то критическая масса населения, кто здесь живет, достигнет высочайшего предела, когда они будут ни в состоянии ни уехать, ни приехать. И вроде бы мы что-то делаем, развиваем, но эта проблема будет перечеркивать все остальные. Она, конечно, в какой-то момент должна остановить развитие этой агломерации, но пока это не просматривается. Поэтому строительство новое, транспортное, какое-то... Чего-то не очень понятного пока, да? Чего-то не очень понятного. Генеральный план развития мы не можем утвердить с 2021 года. Все эти годы ведется переписка с Министерством экономического развития Российской Федерации, где согласование проходит. Все, кто нужен, там согласовали. Рослесинфорк единственный, кто не согласует. Причина противоречия законов. Каждый день начинается рабочий день и заканчивается это проблемами в Смоленке. Автобусов недостаточно, не вовремя пришел, дорога плохая. Все такое, значит, очень напряженное и все такое тяжелое. Нам нужна помощь в этом. Помощь на федеральном уровне. Алексей Сергеевич, наконец-то мы добрались до Карымского района. Для начала хотелось бы отметить ряд ключевых предприятий, которые влияют на экономику района. Железная дорога, Забайкальская железная дорога. Только реконструкция станции Карымская нам принесла за эти пять лет более 10 миллиардов инвестиций. Компания «Карботек Техно» построила завод по производству блочных модульных котельных на базе термороботов. У нас в районе более 10 таких котельных. Также хочу отметить прииск Соловьевский. Это крупнейшее золотообывающее предприятие России. За последние пять лет объем НДПИ в район вырос в четыре раза и составил 128 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета с 2019 года увеличились в 1,6 раза. В 2019 году мы построили школу-сад в селе Большая Тура на 150 мест и 50 детей. Построили и открыли дополнительный корпус детского сада на 36 мест. В 2023 году построили и оснастили детский сад на 60 мест в поселке Карымская. Капитально отремонтировали три школы Карымская, 17,6 миллионов талача, 31,7 миллионов рублей. Ну и корпус пятой школы Карымская, 2,5 миллионов рублей. На территории поселка Карымская установлена типовая хоккейная коробка с теплой раздевалкой. Построили, ввели эксплуатацию и успешно функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс «Мегаспорт». Капитально отремонтировали здания Дома культуры в селе Андреяновка и районного Дома культуры. Крупные проекты в дорожной деятельности. Это мотопешеходный мост через реку Ингада в селе Кайдалово. Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через Ингада в поселке Дарасун. За счет средств федерального бюджета вложено было более полтора миллиарда рублей. Ремонт участка автомобильной дороги А-166 Чита-Забайкальск в поселке Дарасун 173 миллиона 966 тысяч рублей. Десятки капитально отремонтированных дорог федерального и регионального значения. Всего инвестировано более 1,3 миллиарда рублей. Обустроено 17 общественных территорий на сумму более 135 миллионов рублей. Проект благоустройства по улице Молодежной в поселке Дарасун признан одним из лучших в Забайкальском крае. Мероприятие программы «Тысяча дворов». Благоустроено 10 территорий на сумму 51,7 миллионов рублей. У нас много достижений и планов в разных сферах, но главное достояние – это жители. Завершение строительства школы в Дарасуне, о которой уже говорил. Очистные сооружения в Дарасуне и курорте Дарасун. Клуб в рульге сгорел в свое время. Тоже занимаемся с Минфином, с Минкультом. Я думаю, что мы его в ближайшее время все-таки начнем строить. Назревший вопрос, о чем Александр Михайлович говорил. Строительство фока по подобию Карымского в Дарасуне. Ну и дорожную сеть, естественно, всегда требует вложений. Будем продолжать работу. В этом году мы планируем освоить 64 миллиона впервые за пять лет на местной дороге. Лиханов Сергей Павлович, глава фермерского хозяйства. Мирзойматов Шахаджи Давладхатович. Это воин-интернационалист. Прошел Афганистан. Стерликов Валерий Викторович. 30 лет назад создал КФХ. Плотникова Евгения Александровна. Это координатор фонда поддержки участников специальной военной операции. Ким Владимир Васильевич более 20 лет является руководителем народного хора «Надежда». Кожевникова Любовь Гавриловна, заведующая ДОУ «Сказка». Верхушин Александр Александрович, преподаватель. И Белых Виктория Олеговна. Это родоначальница кадетского братства в поселке. Руководитель Забайкальского казачьего кадетского класса в поселке Карымское. Стяна Венианимовна. Ну что, зато горный. Мы созданы для того, чтобы решать проблемы военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала, который работает в воинских частях и в наших муниципальных учреждениях. Если озвучить наш бюджет, то у нас всего 375 миллионов на этот год. Из них собственных доходов 103 миллиона, из них налоговые это 96 и неналоговые 11. Получаем как зато дотацию с федерального бюджета. В этом году она 34 миллиона. Но это не очень большая сумма. Она целевая или просто дотация? Она зависит. И каждый год она пересматривается. Но последние несколько лет она у нас от 29 до 34 миллионов. С этого года одна школа. Было три детских садика. Мы объединили два детских садика и детская школа искусств. И основные направления, по которым мы работаем, это в первую очередь, я хочу отметить, это развитие патриотизма. Потому что у нас сейчас, сами знаете, идет специальная военная операция. Наше население, как никто в нашем маленьком городке, очень тесно связано. Почти каждый кто-то или родственник, или знакомый участвует. Второе развитие у нас, это наших муниципальных учреждений образования. Мы вкладываем очень большие деньги в развитие. И спасибо еще программе «Добрые дела». За счет этого оснастили современным оборудованием, современной мебелью. Все наши учреждения проводим ремонты постоянно. Хочу похвастаться, что по программе «Добрых дел» мы в школу закупили автомобиль для автодела. В каждом детском садике у нас есть мультстудия. Это дополнительное образование. Есть робототехника. В одном из детских садов у нас есть, естественно, научная лаборатория. И это идет как преемственность. Дальше в школе дети продолжают этим заниматься. А сколько у вас школ? У нас было две школы, сейчас одна школа. Одна школа, сколько детишек? Да, 990. Мы оборудовали современные кабинеты в школе. Кабинеты физики, химии, кабинет технологии. Обновили библиотеку. Ну и на следующий год планируем, что школа войдет в капитальный ремонт. Следующее развитие – это развитие спорта. Восстановлен бассейн, который один из лучших на территории Забайкальского края. Он работает, да. В этом году благодаря Минспорту получили хоккейную площадку с теплой раздевалкой. Оборудовали стадион. Программа «Комфортная городская среда». Три этапа мы сделали стадион. Восстановили комментаторскую будку, трибуны. Поставили площадку для воркаута, силовые тренажеры. И буквально в этой неделе подписали акт приемки новой футбольно-баскетбольной, волейбольной площадки на этом же стадионе. Участвуем в программе «Тысяча дворов». Третий год подряд. Сейчас тоже у нас два двора делается. До этого четыре двора мы сделали. Мы стали победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. И сейчас тоже реализуется проект «Сквер дружбы». В этом году у нас заканчивается ремонт поликлиники. И по программе «Добрых дел» администрация решила закупить туда новую мебель на два с лишним миллиона рублей. Похвастаться хочу. У нас дети все отличники со второго по одиннадцатый класс получают премии по итогам четверти. А выпускники, кто отлично закончил с аттестатом, тоже получают премии. Это давно уже у нас традиция такая существует. В планах опять продолжать участвовать во всех проектах благоустройства. У нас в плане скейт-парк построить. Дети давно уже у нас просят его. Также претендуем на президентскую субсидию, которую планируем потратить на обустройство сети уличного освещения. У нас проблема с освещением с 2018 года сети Министерства обороны. Мы как-то сели, подумали, решили, что все-таки надо построить свои сети, потому что Министерство обороны нам не может передать в нормальном состоянии их. Они не знают, где у них граница раздела этих линий. Капитальный ремонт МОУСОЖ номер один до 17. И еще, если нам передадут дорогу в пределах зато от ВАИ до подстанции, мы бы хотели ее тоже отремонтировать, потому что там Министерство обороны, конечно, ее не содержит в надлежащем состоянии, но они не могут оформить кадастровые паспорта. Еще один план – это строительство модульного спортивного зала. И наш герой Васютков Дмитрий Михайлович – это электрогазосварщик МУК ЖКХ. Павлюкевич Анастасия Владимировна – педагог дополнительного образования в ДОУ номер 17 Центра развития ребенка. Кривоносенко Елена Георгиевна – это тоже воспитатель в ДОУ номер 6. И Алимова Евгения Алексеевна – преподаватель хореографического отделения. Я хотела сказать, что почему здесь нет ни одного участника СВО, потому что они для нас все герои, у нас сделана аллея славы для них, мы вывесили их портреты. Ну давайте заканчивать Улётовским районом. По благоустройству, значит, приобретены и установлены детские спортивные площадки по всем поселениям района. Федеральная программа «Комплекс на развитие сельских территорий». Парк «Аллея шахтеров» – это в поселке Дровяная сделан. Детская игровая площадка в селе Николаевское. Зона отдыха – парк в селе Горикоцан. Строительство спортивной площадки с организацией ливневостоков в селе Ходакта. И благоустройство территории, прилегающей к библиотечному фонду. По формированию комфортной городской среды проекта 7, получается, мероприятий сделано за это время. Благоустройство сквера в село Улёты, строительство скейт-площадки в село Улёты, строительство сквера памяти в селе Николаевское, благоустройство площади РДК в село Улёты, благоустройство площади СДК Ингода в село Улёты, строительство сквера памяти учителей, село Улёты, благоустройство стадиона Факел – тоже село Улёты. Благоустройство дворовых территорий – это тысяча дворовых программ. В селе Улёты три дворовых территории отремонтированы, в Дровяной – две дворовых территории. Все дороги, автомобильные, все улицы освещены 100%. Дровяная освещена на 30%. Всего у нас 13 школ в районе, отремонтированы из них за этот период 5. Проведены капремонты спортивных залов, детские сады. Построено три корпуса на 36 мест. Таким образом решена проблема отсутствия мест в детских садах. Это пристройки? Это отдельно стоящие пристройки. Такая нонсенс такая у нас возник. Но отдельные корпуса просто они считаются как пристройки. То есть у вас очереди в детсады нет? Нет. В этом году мы производим капитальный ремонт детской школы искусств. Также в рамках национального проекта «Культура» в селе Улёты открылась первая модельная детская библиотека в Забайкальском крае. Это было в 2022 году. И на создание учреждения было потрачено 5 миллионов рублей из федерального бюджета, из местного бюджета – 1,129 млн. И спонсорская помощь, фасад и кровля на сумму 4,6 млн. По дорогам, значит, чуть больше 25 километров мы отремонтировали от капиталей. Ну вот последние годы, буквально вот прошлый, по-моему, год и нынешний год, у нас на Забайкальском крае нам правительство даёт деньги на ремонт сети населённых пунктов, внутри населённых пунктов. Так мы дороги всё-таки отремонтируем. Раньше была одна субсидия на подъезды, теперь субсидия внутри есть. По здравоохранению построено 10 фаб. Завершается строительство амбулатории в посёлке Дровяная. Закуплено 8 автомобилей по району, именно для медицинских целей. И проведён капитальный ремонт детской консультации в селе Улёты и поликлиники в селе Улёты. Не могу не сказать о таком проекте, как благоустройство улицы Кооперативная с выходом к реке Ингада. Называется он «Вдохновенная река времени в течение веков». 72 миллиона рублей на этот проект. Из них 65 миллионов – это средства бюджета Забайкальского края. И 7 миллионов – это наш тоже спонсор, да, это Шкулёв Виктор Михайлович. То есть средства от Шкулёва Виктора Михайловича пошли на детскую площадку, детская площадка, которая тоже в Лётовском районе точно такой площадки нет. Не знаю, как в городе Чита, но она просто огромных размеров, лайнер, корабль такой. Ключевые задачи у нас какие? Также продолжать участие в федеральных программах, произвести капитальные ремонты оставшихся восьми школ. Капитальные ремонты детских садов, получается. В посёлке Дровяная детский сад «Сказка», село Улёты и Николаевский детский сад. Для освещения улиц в населённых пунктах завершить, да, и ремонт автомобильных дорог, естественно, это тоже ключевая задача. Ну и про ЖКХ, капитальные ремонты сетей ЖКХ. Я скажу, для нас глобальные задачи – это строительство очистных сооружений в ПГТ Дровяная, наболевшая тема, то есть очень долго это всё длится, никак мы не можем средства на это получить. Ну и строительство мусороперерабатывающего завода в селе Улёты обещали, то есть мы выделили земельный участок, всё это сформировали, в край передали. И вот уже должен, по идее, он начать строиться, но пока, я так понимаю, разрабатывается там документация или что-то делается. Ну и это тоже наболевшая ликвидация несанкционированных свалок по всему району. То есть тоже там у нас и решение суда, чего только нет, и прокуратура. Героев, конечно, много. Мы постарались взять отовсюду Чубенко Елена Ивановна. Она автор восьми книг трёх пьес, которые успешно поставлены на сцене Улётовского народного театра. Член Союза писателей России, почётный гражданин Улётовского района. Тароева Юлия Викторовна, воспитатель детского сада «Сказка», посёлок Дровяная, председатель Совета депутатов Касьянова Вероника Владимировна, волонтёр. Замберов Анатолий Васильевич, индивидуальный предприниматель. Ну и не могу не сказать, конечно, о таком человеке, как Шкулёв Виктор Михайлович, наш земляк. Сегодня, наверное, может быть, даже не всё у нас получилось, что мы хотели сделать, но тот массив, который мы накопили, он позволяет с оптимизмом смотреть на нашу работу, которую мы проводим в рамках нашего проекта. Читинский район действительно достаточно... он очень большой, очень разный. И мне кажется, что вот это как раз серьёзный вызов, с которым предстоит сразиться. Мы когда говорили про будущее, то есть что нам надо делать, мы начали говорить о разных сельских поселениях, которые здесь есть, они очень разные. Но они объединены в одном районе. Это та же Смоленка взять или там Маковеева, это совершенно разная динамика жизни, объёмы, масштабы, всё это очень разное. И оно требует от руководителя, кто руководит этим процессом очень серьёзно, такого сосредоточения знаний, опыта и уверенности в своих решениях. Слушая доклады, я вот это и на ваших лицах тоже отметил, что когда всё это на одном листочке помещается, и ты это начинаешь пробегать глазами, ты удивляешься на самом деле, сколько произошло в районе. Потому что когда это идёт планово, там 5 лет, 6 лет прошло, ты что-то забыл, что-то уже с фокуса внимания выпало. И когда ты это всё вместе подбиваешь, то действительно слаливается устойчивое впечатление, что произошёл достаточно серьёзный скачок за последние 5 лет. Это глупо отрицать. Поэтому спасибо большое, что мы сегодня достаточно откровенно поговорили. Я надеюсь, что мы определённый опыт вынесем, в том числе для следующих наших встреч. Всем вам я хочу пожелать уверенности в своих силах пройти этот путь до конца. И я хочу сказать, что вот с краевого уровня мы, я журналистов имею в виду, не очень хорошо понимаем работу муниципалов. Ну, мне так кажется. Нам информации где-то не хватает, и мы не очень чётко представляем, что в районах происходит. В целом я вас слушаю и понимаю, какой огромный объём работы проворачивается. И как эта работа, возможно, и на краевом уровне не очень чётко понимается. И федералами не очень хорошо понимается. И прокурорами, и следователями она не очень хорошо, по-моему, иногда понимается. Вот. И мне-то бы хотелось, чтобы эта работа муниципалов, она была более понятна. Вам спасибо огромное за вашу работу. Она реально во многом очень неблагодарная. И вы работаете ради людей, это не громкие слова. Потому что вы точно не за деньги работаете на своих должностях. Поэтому удачи вам в ваших начинаниях. Спасибо, что приехали сегодня. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся с вами и будем к вам приезжать почаще всё-таки. Потому что чем больше мы слушаем районных руководителей, тем больше хочется приехать и посмотреть, что вы сделали. Потому что это не всегда хорошо видно. Вам силы душевные прежде всего. И чтобы люди уважали вашу работу. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok